здравствуйте ребята я рада вновь приветствовать вас на уроке музыки урок 15 самый главный музыкант сегодня на уроке ты узнаешь какая задача стоит перед дирижером и почему его называют главным музыкантом ребята а сейчас поставьте видео на паузу откройте рабочую тетрадь по музыке запишите число и тему нашего урока люди мало знакомые с академической музыкой придя на концерт симфонического оркестра или в оперный театр и заняв удобное место в центре ряда начинают вскоре испытывать ужасные неудобства едва начинает звучать музыка как выясняется что все удовольствие портит человек который мало того что стоя на возвышении к тому же спиной к залу закрывает чуть ли не половину сцены так он еще отчаянно размахивает руками не давая сосредоточиться на музыке между тем оркестранты едва на него смотрят уткнулись в свои ноты не поднимая глаз и при этом все совсем неплохо звучит зачем он вообще нужен этот человек и нельзя ли обойтись без него многим кажется что оркестр смог бы играть и без дирижера хотя предположить что автомобили могут ездить по городу без правил может только очень наивный человек и музыкальными потоками тоже нужно управлять почему же дирижер обязательно должен за что-то держаться во время управления коллективом мы на репетиции симфонического оркестра русская филармония музыканты рассаживаются по местам разумеется они не садятся по принципу кто первым пришел тот и ближе к дирижеру у каждого есть свое место оркестр располагается полукругом в несколько рядов в центре конечно же дирижер в руках у сергея кондрашова партитура это нотная запись произведения прописанная сразу для всех инструментов первый вздох оркестра это ауф такт первый взмах палочки сигнал к началу у регулировщика этот жест может означать начало лишения водительского удостоверения каждая рука дирижера работает независимо правая управляет темпом и ритмом посмотрите какие фигуры рисует воздухе палочка это музыкальный размер две четверти раз два раз два а это три четверти а вот так регулировщик попросит набрать темп мол не зевай проезжай быстрее пока я добрый плавное движение руки легато что и значит плавно без пауз между звуками резкий отскок палочки стакката то есть отрывисто а вот вам и стакката в исполнении сотрудника дпс теперь левая рука без палочки она показывает динамику произведения чем больше амплитуда жеста тем громче звук а вот как дирижер сообщает об ошибках один музыкант опоздал со вступлением остановили весь оркестр на дороге остановят именно нарушителя и речь инспектора не покажется тому музыкой что же будет если место дирижера вдруг займет рядовой инспектор гибдд ну вы сами все слушайте идите под кирпич там вы обязательно зазвучите ребята вы убедились что дирижер действительно главный музыкант так как именно от него зависит как будет звучать оркестр или хор давайте запишем в рабочей тетради дирижер человек который управляет оркестром или хором от французского слова дириже что значит управлять руководить ну а теперь давайте вспомним песню с которой мы познакомились с вами на прошлом уроке покрыты поляны пушистым снежком стучит дед мороз ледяным посажком и ветви деревья блестят как хрусталь и тают снежинки в ладонях пожар серебристые снежинки надо мной кружат кружат серебристые снежинки новогодний снегопад серебристые снежинки словно добрые друзья только жаль снег в доме тает и ему в тепло нельзя но я не печалюсь и я не грущу снежинки я вас стоить в дом не пущу к вам пойду навстречу и в вальсе кружать пусть лягут на плечи снежинки из грязь серебристые снежинки надо мной кружат кружат серебристые снежинки новогодний снегопад серебристые снежинки словно добрые друзья только жаль снег в доме тает и ему в тепло нельзя Своим волшебством новогодняя ночь наверно сумеет снежинкам помочь и к звездам ночью улетят они ввысь и в млечном пути их продолжится жизнь серебристые снежинки надо мной кружат кружат серебристые снежинки новогодний снегопад серебристые снежинки словно добрые друзья только жаль снег в доме тает и ему в тепло нельзя серебристые снежинки надо мной кружат кружат серебристые снежинки серебристые снежинки новогодний снегопад серебристые снежинки словно добрые друзья только жаль снег в доме тает и ему в тепло нельзя до доехать ну а у сегодня Сегодня на уроке мы с вами узнали, что дирижер действительно является главным музыкантом. Домашнее задание. Прочитать материал в учебнике на странице 42, найти в интернете и записать в тетрадь имена трех самых известных дирижеров в мире. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok